понедельник начало новой недели и первая выездная серия в этом сезоне торпеда отправляется маршруту нижнекамск казани москва как это будет смотрите в нашем выпуске поехали нифихим арена нижнекамск мы с вами доехали наша команда прилетела где-то в районе 12 часов чуть-чуть отдохнули сейчас команда до сих пор находится в отеле но уже совсем скоро приедет на арену где проведет свой первый выездной матч текущем сезоне сейчас я ожидаю пока телевизионная группа появится чтобы снять нашу раздевалку чтобы вы смогли увидеть представление перед матчем покажу чуть-чуть как это происходит ну и потом будем ждать команду вот сейчас блокируют первый бросок и все-таки гол забивает торпеда удаление будет у нефтехимик вот это да ну давайте досмотрим сначала эту атаку лариона в добивании что гол по моему шайба все-таки на все сто процентов пересекла линию ворот вот такой россыпи атак торпеда ну вот может быть сейчас вот получится кручение кручение вот это было шикарно все кручение на марка марин и это третья шайба защитника торпеда в этом сезоне не самый не самый простой матч ребят не самая простая ситуация в связи с тем что приехали сегодня вчера то не ловались там на футбольном поле поэтому ребят таких матчах проявляется характер ребят власти то что вы сделали матри то что отыграли и выиграли два два очка парни молочек и хорошая игра хороший вечер с вами провели футбол молочек и за травму там все подлечим тихий молочек хорошо вошел в игру я думаю марку пора дать парни молочек и проявили характер красавца давайте готовимся следующая казань а после победного матча с нефтехимиком мы отправились казань где на 14 сентября запланирована игра с местом акбарсом сегодня у нас тренировка давайте отправимся на нее и зададим парням пару вопросов может увидим что-то интересное лучше новичок какие ощущения получается вместе вот этим молодым человеком он следующий мвп недели завтра акбарс моим да 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 не ну а в целом две забил цска потом сезон у тебя него то что прям получился вышки провел и тут сразу выходишь и тут разваливает буквально в первых матчах что поменялось подготовка хочу похвалить и поблагодарить андрея емельянова с ним поработали добавили во всех аспектах ну и взросление конечно же накидался как андрей в порядке такое ощущение что у нее есть еще и психологическое образование ты главный финтёр кстати по моему лиги я помню ты еще в чайке постоянно отрабатывал вот эту ну на клюшку подкидывал это исполнял да 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 волнуешься сколько стен обстучал пока тренировался сколько разбитых люст ободранных обоев само собой смотрели клипы овечкиных малкины маленькие на зло завтра ваша встреча состоится по чек сани роду как нормально относится конечно я вырослой мать ну и как сейчас ощущение то что завтра можешь выйти до после против можно сказать кумира детства а завтра вас смотрим как пока не пробуешь так не поймешь какой мне же не знаю какого человека я просто видел на льду так больше ничего не могу слушаю когда он когда ты рос он был очень агрессивным я следил заболел за торпедом как болельщик и саша радулов кто приезжал нам в нижний стадион просто там бесновался все свистели он такой очень эксцентричный парень поэтому характер такой голодный до побед до сих пор их покажет как думать у тебя кто был кумет на на ком ты и рос овечка потому что он уже потому что уже праворухи товарищу да слушай вообще как как ты вообще выбрал клюшку на правую играть это как-то с детства приходит или ты девчим не помню сначала на левую далее что у меня и не получалось и дали на правую нет не так сначала прямая была деревянная прямая 5-6 на коробку ходил играл за гаражами это видеоблог а да кстати как-то то есть так тому что любое твое упоминание в социальных сетях кхл не знаю торпеда сразу следует комментарии что ты либо лёха щербаков либо венцеславе граждановский здорово я к этому спокойно отношусь поначалу чуть моей когда жалко только начинался а сейчас без разницы такси вот недавно ехал вниз у меня с ним перепутал фотографировались можно было сказать запас то что я щербаков тебя вызывают до кодинский макдэвид откуда это вообще пошло не на самом деле не нравится когда я так называю я не знаю кто-то придумал вообще ну ты вообще к макдэвиду как относишься конечно один из лучших игроков в мире то что тебя с вас сравнивают с лучшим игроком мира это меня с ним не сравнивают а ну слушаю ручка у тебя в порядке давай это признается ну макдэвиду в порядке все а тут не будет земля давайте парни дотягиваем до макдэвиду и поехали сначала до дядь лёшки у Финина а потом уже все-таки лучше снайпер лучше бомбардир кхл вон смотри дорабатывает много работы лёх больше всех он не может мало работать потому что алексей кому-то это алексей давай макдэвид я с тобой следом я снимаю давай я готов давай макдэвид там там вырежем надо забить давай довольно пасмурно в казани в игровой день но мы с вами не растерялись дошли пешком из отеля и сейчас отправимся на тренировку нашей команде посмотрим что они делают и как готовится к сегодняшней игре с агбарцем погодка такси саня родового знаешь не понятно дело что знаешь конечно я youtube смотрел его хайлайты хайлайты ну так интересно будет сегодня всегда смотрю на него играешь играешь сегодня я думаю да ну составы еще основном не говорили состав на игру на раскатке в принципе понятно кто играет нет 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 спасибо это dream come true самый знаменитый игрок в акбарце по твоему кто там у них целая плеяда у них все там популярны роду смотрел когда они играли за сборной россии когда я жил в россии а играли я смотрел на трибуна с отцом еще кто за рипов но я не знаю он играет а да бурнист тоже в анталл игр воинов там еще из лос-анджелеса воинов чудинов его подписали да чудинова да по моему да 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 слушай а ты вообще хорошо так это разбираешься в российском хоккей конечно я всегда смотрел когда на каждый матч почти каждый матч смотрел ладно про торпеды ты что-то знал до этого ну до того момента когда подписал вот загоняют я знал кенни а где вот то есть ты был знаком до торпедочной не я не был знаком просто знал имя то что он там много очков набрал и все такое он же еще олимпиаде ну это интересно как типа не не могу видеть здесь типа знаешь это как мечта как сказать мечта ну с детства с детства ну да забылась твоя мечта да слушай а русский вообще как как ты как учил русский у тебя как-то само получилось или репетиторов нанимал или ну потому что я с репетиторами занимался когда я жил в России но еще я учился в японской школе в москве есть я играл а я учился там до 6 класса и там тоже там небольшой русский класс ну легко давался или не очень для меня легко потому что в японской школе там я с репетиторами занимался поэтому так легко но еще с ребятами общался с командой ну ты же долго не был в России получается вот после молодежи ну все равно там я играл с русскими ребятами в Америке в Канаде поэтому не но вообще забывается не забывается язык вот если нет практики какой-то особенно русский если ты не говоришь долго забывается но русский никогда не забыл на автиностатки все золото на автиностатки на автиностатки все золото я знаю что КХЛ одна из лучших лиг в мире я счастлив оказаться здесь познакомиться с партнерами по команде и с нетерпением ждут своих первых матчей ну очень доволен то что приехал смотрел естественно начало сезона по телевизору смотрел игры и понравилась торпеда как они играли первые игры и решил что приехать сюда будет отличным решением для дальнейшей карьеры и пока что очень доволен и тасок из толпы когда вратарь не очень видят игрок спартака клюшку сломал продолжается этот розыгрыш рыбар задевает шайбу но все таки добивание проходит и это гол торпеда сравнивает как развернулся кручинин и от всех убежал выход один на один и не забивает алексей просто фантастика продолжают атаковать нижегородцы и это гол кения агастинова приносит победу торпеда два очка достаются команде chiara для игры ларионова Иван Иванович, красавец, молодчик, ребят. Все, ребят, заслужили победу. Молодцы, ребят. Еще раз, с победой, хорошей дороги обратно. Думаю, оружен такой паузы и пас. Пас, правда, был случайный, но ладно. Ребят, хорошая поездка, конечно, хотелось 6 очков, но везем больше 50%. Молодчики сегодня выиграли, хорошее завершение. Едем домой, готовимся к домашней серии. Сапула, сапула!